В архитектурно-строительном колледже два военно-патриотических клуба. История русских витязей насчитывает больше полувека, а пару лет назад появился еще один воин. Сейчас в его составе уже 47 человек, и желающих попасть туда становится только больше. Вот так посмотрят, придут кто на мероприятие, приходят, говорят, возьмите. Мы стеснялись очень долго говорить это слово патриотизм. На самом деле не надо этого стесняться, и ребятам это нужно объяснять. Друг за другом воины стоят горой, и во многом это причина побед в многочисленных соревнованиях. В прошлом году они выиграли региональный этап Всероссийской игры «Победа». Позже четверо юнормейцев участвовали во Всероссийском финале в Москве. В конце ноября 22-го уже две команды воинов заняли первые места в региональной игре «Орленок». Занятия у нас проходят через день, то есть один день мы занимаемся, другой отдыхаем. Каждый день мы разбираем, собираем автоматы, магазины, строевая, также физподготовка, это подтягивания, отжимания, бег. Способны мы на многое. У нас поставили рекорд наши пацаны по разборке автомата почти за 19,5 секунд. Ты сколько раз разбирала автоматы? С первого курса, я на третьем сейчас. Любишь это делать? Да, очень нравится. Правда, автомат до недавних пор у ребят был один на всех. На днях получили подарок от депутата Государственной думы Александра Прокопьева. Два макета автомата Калашникова. Депутат поддержал идею, предложенную колледжем, создать на его базе единый центр допризывной подготовки. Я считаю, что в архитектурно-строительном колледже есть вся необходимая база. Я донес эту идею до нашего губернатора Виктора Петровича Томенко. Сегодня решил внести свой вклад в материально-техническую базу и передал для колледжа автоматы. Из администрации губернатора получен ответ. Уже ведется расчет объема финансирования и разработка документов. Вопрос создания на базе архитектурно-строительного колледжа единого центра допризывной подготовки взят на контроль. Анастасия Драган, Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком.